Народная славянская радио 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 Устроить рубрику Народная славянская радио 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 будет в вашу сторону направленным. Так, дальше. Сейчас я поставлю музыку, отвечу Захару, как раз он сейчас звонит, и мы дальше попробуем с вами продолжить беседу. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор о Народном Славянском радио. Я прервался, напомню, для того, чтобы переговорить с Захаром Белинским, с Рерадом он позвонил, сказал, что его компьютер умер. Не знаю, надолго с концами или нет, но вот как-то так. И где-то к 9 часам он планирует с нами выйти на связь, и тогда мы уже намеченный эфир проведем. Так что у нас немножечко еще время есть, мы можем с вами пообщаться. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, не теряйте такой возможности, не упускайте такую возможность, мы с вами будем вместе что-либо придумывать, о чем-либо говорить таком, что будет нам всем полезно. Так, дальше. Какие еще вопросы ко мне поступают? Павел Рижанин. Вопрос в эфир. Леша, а сколько тебе лет? Ну так, скажем, я, как говорил Карлсон, мужчина в полном расцвете сил, где-то в районе 50. Чуть меньше, чуть больше, не важно. Главное, что около этого. Так, он уже стар, суперстар. Да, я уже дедушка. Вот с чем вы меня можете поздравить. Дальше. Василий Васильевич представляет те варианты сувениров, которые есть. Вот здесь майка. Хорошая, скажем, сувениром. Календарик. Вот, Павел Рижанин. Я бы на радио поставил вместо этой музычки «Хлопцы, чьи вы будете, кто в вас в бой ведет?» Еще раз идет под красным знаменем. Красный командир. «Чьи вы, хлопцы, будете, кто в вас в бой ведет?» «То под красным знаменем, Рунин». Типа того. Хорошо. Ну, не стал оставить эту песню, хотя где-то там она была у нас в запаснике. Иногда мы ее включаем в какие-то дни, которые связаны с какими-то мероприятиями, праздниками. Так. Дальше. Сергей Санлеонидов. «Может, чего не понимаю, а чем нынешний сайт не подходит?» «О, здесь очень много есть, что такого, что нас не устраивает. И не только нас. Во-первых, давайте отталкиваться от того, что не устраивает людей, многих, которые на сайт попадают. Первое. Этот сайт писался лично мной, писался буквально за один или за два дня, потому что некуда было деваться, нужно было срочно что-то написать. Вот. И там не используется никакой, как-то говорят сейчас, движок. Это все было написано вручную. Все на ПХП и без использования баз данных. В общем, без всего того, что легко взламывается, куда проникновение есть. Вот. Значит, в связи с этим там не учились в момент писания некоторые моменты. Такие, например, как на ладонные устройства, такие как телефонные, смартфонные, планшеты и прочее. И когда народ заходит, то получается, что не могут нормально послушать на своем телефоне или на планшете, потому что плеера, они заточены под определенные виды браузеров. Потом дальше. На опере тоже он не всегда хорошо себя ведет, а порой совсем никак себя не ведет. И внешний вид не очень привычный. Сейчас все-таки все привыкли не читать, а смотреть. Все любят на иконки нажимать, на какие-то большие красивые баннеры, какие-то красивые большие фотографии, картинки. А читать, что, например, там чат, войдите сюда, нажмите, то многие не привыкли. И очень часто задают вопросы, а где чат-то? Чат-то где? Вот я на сайте, где чат? И начинаешь объяснять. Вот справа, посмотрите, там менюшечка такая, слово «чите» написано по-русски, чат «а-а-а, вот-вот-вот-вот» вижу. И вот это, конечно, очень интересно. Все у нас происходит, такие переговоры. И в день по несколько раз уже надоело объяснять. Проще отталкиваться от того уровня восприятия, который есть в массах, нежели чем массам навязывать свой уровень. Вот когда у нас будет это средство массовой информации всемирное, и когда мы будем уже диктовать моду, нехорошее слово, которое означает сковерканное извращение, но так или иначе будем свой стиль уже, тоже не наше слово, свой взгляд, наверное, так лучше, на сайтостроение, то тогда, да, мы можем делать, что хотим, а сейчас мы вынуждены подстраиваться. Так, дальше. Ищу следующие вопросы. Вопросы ищу в эфир. Если есть слово «вопрос в эфир», я на него реагирую. Если нет, то собачка Павла слюну не пускает. Дальше, 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 дальше. Стиль нынешний березово-зеленый, стиль надписей очень даже хорош. Дуб, береза и ясень – наши славянские священные деревья. Согласен. Поэтому, когда мы общались с дизайнерами, то я просил, вы нарисуйте свое видение и напишите, пожалуйста, то, что является баннером по нашему логотипу. То есть, чтобы там присутствовали вот такого плана буковки, вот такого плана цвета, но пока мы не видим этого ничего. Так, Павел Режанин. Нифига себе, старый какой, а по голосу Лёше лет 20. Да, листья тополя спадают с ясеня. Нифига себе, нифига себе. Итак, дальше разбираемся. Вопрос, членный сайт, это уже ответил. Вот, а по поводу того, что еще, если продолжать, что не нравится нам. Там есть некоторые, я говорю, поскольку он писался очень быстро, там есть некоторые особенности, которые можно исправить, но на это будет уходить время. А мне сейчас время просто очень дорого, не хватает на многие интересные, полезные дела. Вот, поэтому вот как-то так исправлять можно и довести до ума на том, что есть, тоже можно, но это время. Павел Режанин. Вопрос Фир. Лёша, ты не прав. Я смартфон слушаю, хорошо, все было. Оно не было, оно пока есть. И хорошо, что оно хорошо. Мы не просто делаем сайт, чтобы вдруг то, что хорошо, стало плохо, а чтобы оно слушалось о всех и чтобы всем было так же хорошо, как и тебе. Вот, а не только ради того, что мы меняем, чтобы только изменить. Так, какая-то сайт, например, глаза, белая, зеленая, самое то, что надо. Ну, может быть, там и в новом сайте все будет так же и те же самые рассветки. В общем, сейчас конкурс объявлен. Давайте, подключайтесь, ищите дизайнеров. Если какой-то дизайнер скажет, нет, я только за деньги, давайте мы оговорим сумму, давайте мы все это решим. Ну, просто уже надоело натыкаться на дизайнеров, которые, да, за деньги вроде профессионала, но присылают полную ерунду. И, как вот написал Василий Васильевич, такое ощущение, что человек просто ради того, чтобы деньги хоть как-то отработать, для отмаза, что называется, прислал какие-то варианты, и все. И вот на этом все закончилось. Нас это не устраивает. Нас интересует результат, который бы был интересен, полезен, красивый, и чтобы это отвечало духу народного славянского радио. Вот как-то так. Так, дальше Павел продолжает задавать вопросы. Леш, наверное, время придет, будет весь мир нашим, славяно-арийским культурой предков богов, уже пробуждаем Германию и Францию. Ну, так и хорошо. Ну, так и здорово. Это очень здорово, очень полезно. Так, все, вопросы вроде все закончились. Что бы вам еще рассказать? Что бы вам такого еще веселенького, хорошенького рассказать? Значит, по сайту я ответил, по тому, что происходит, значит, по радио, да, приглашения ведущих, соведущих и так далее. Значит, какие еще есть варианты чего-либо делания на народном славянском радио? Так, чтобы это было здорово, чтобы это было полезно, чтобы это было хорошо. Ну, к примеру, у вас есть мысль пригласить кого-либо для выступления, и тема очень интересная, полезная. Вы можете предварительно связаться с этим человеком и задать ему вопрос. Дорогой наш человек, вот ты рассказываешь и показываешь вот такие интересные темы, интересные такие различные деяния, «А не хотел бы ты или желаешь ли ты поделиться этим с более широкой аудиторией слушателей?» Для этого необходимо что иметь? Интернет, компьютер или смартфон, на котором установлен скайп. Желательно иметь, что очень иногда важно, желательно, а порой и необходимо в некоторых случаях, гарнитурку. Это микрофон с наушником. И вот тогда все может состояться. То есть ехать никуда не надо, вы можете находиться в любой точке земного шара и можете даже на Луну слетать, лишь бы только интернет у вас был, и вот это устройство со скайпом под рукой. После этого, если человек дает добро, если он говорит «Да, мне это очень хорошая идея», уже связывается человек, ну или вы контакты передаете, а лучше и туда и туда контакты передать ему и нам, пишите в редакцию радио, что вот образовался такой контакт интересный, человек занимается тем-то тем-то, выразил предварительное согласие. Мы с ним связываемся, договариваемся о дате проведения эфира, о теме проведения эфира, естественно, предварительно поговорив о том, о чем будет сам эфир. Потому что бывает так, что вроде красиво все человек говорит, а на выходе что-то не то. Вот прежде чем выводить в эфир, мы предварительно все-таки общаемся. И надо еще помнить, что эфиры у нас, запись на эфиры производится уже более чем за месяц вперед. Сейчас у нас уже середина июля прописана. Вот, поэтому не надо ожидать того, что середина, сегодня он дал добро и скажет, завтра я готов выступить. Вот завтра не получится. Будет через месяц. Вот это вот надо все понимать. Так, а как делать дизайн сайта? Дизайн сайта сделают те, кто занимается сайтом. Нам необходимо, первое, логотип, который будет на сайте присутствовать и который будет присутствовать в баннерах. Вот. И может быть какие-то варианты, ну там, вязи, которая может быть вертикально, горизонтально, чтобы на сайте это присутствовало, или какой-то фон. Ну, цветовое оформление. И тогда уже наши команды, тех, которые взялась за написание сайта, они все сделают, стиль этот возьмут, отредактируют, нарежут. Ну, и все. И все будет хорошо, замечательно. Вот как-то так. Что еще, пока у нас есть некоторое время, вам рассказать? Часто бывают какие-то мероприятия, кстати, тоже об этом можете делиться своими друзьями, знакомыми, которые очень важны для всего славянского мира. Проводятся какие-то праздники, какие-то фестивали, проводятся какие-то встречи. Мы готовы освещать бескорыстно, как говорила сова, бедводменно это все дело, лишь бы это было на пользу славянскому миру. То есть, вот, к примеру, проводится Купала, да? Кто-то называет Купала, кто-то называет Иван Купала, кто-то там еще как-то называет. И обращаются. Пожалуйста, ставьте анонсик о том, что вот там-то, там-то будет проходить вот такое-то мероприятие. Празднование Дня Бога Купалы, празднование Купалы, празднование Ивана Купалы и так далее. И вот прежде чем разместить этот анонс, мы должны разобраться, а в каком варианте этот праздник будет проводиться. Например, было такое интересное предложение. Разместите о нас анонс. Мы проводим магические обряды связи со славянскими богами на то, чтобы славянские боги даровали тем, кто участвует в обряде, финансовое благополучие. Для этого необходимо взять с собой кусок мяса свежего, половину из этого мяса, из половины этого мяса выдавить кровь, а другой кусочек оставить, как он есть и принести с собой на обряд. И не забыть захватить с собой энную сумму денег для энергообмена. И вот тогда вот в славянском нашем стиле будет проводиться. Я схватился за голову и стал спрашивать, а где такие интересные обряды, тем более на финансовое благополучие, тем более дарованное богами, светлыми, славянскими, вы откуда вообще подчерпнули? И вот тут, в общем-то, раскрывается вся подноготная. Когда мы стали копаться в этом деле, то оказалось, что это просто-напросто ребята, которые занимались чернушкой до этого, занимались финансовыми пирамидками, получили некий психологический опыт, они поняли, что приходит наше время, быстренько купили себе рубашки с вышивками, вышиванки, быстренько назвали себя жрецами, волхвами, кем себя только не назвали. Ну и, в общем-то, стали теперь проводить ту же самую чернуху, только теперь называясь славянами. И вот таких мероприятий сейчас организуется очень много, поэтому наша задача нести то, что является истинным и правым, правдивым, а не то, что является какой-то там выдумкой, которая приносит некие финансы тем, кто этой выдумкой занимается, и оградить, даже слово говорит, наверное, здесь не совсем правильно, дать возможность людям понять, что есть новодел, причем очень далекий от нашего славянского древнего, от тем, как жили славяне, арии, русичи. Вот это вот очень важно. И, естественно, такие мероприятия мы как-то анонсировать, как-то уведомлять о них, мы не собираемся. Мало того, что если такие будут идти в нашу сторону предложения, мы, конечно, скажем, только скажем вот именно так. Если вы хотите увидеть, что такое извращение, то, пожалуйста, вот туда сходите и внимательно посмотрите, как вас дурят и что с вами делают. Ну, как-то вот так вот. Ну, что ж, сейчас я, наверное, прерываюсь, потому что надо проверить, как у нас дела с Арирадом. И после этого уже с вами свяжемся. И, надеюсь, у нас пройдет очень интересный эфир, посвященный женскому здоровью. Ну, а пока, всем пока. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.